Ну то есть надо действовать. Я уже в Москве проверил эту систему. Мы с другом встали. Ну в Москве, знаете, в метро все такие. Безнадёга. Вот. И в этом случае нужно какое-то действие. И мы начали с ним очень весело, при всех, по-доброму разговаривать. Я заметил через некоторое время, каждый человек, который вокруг нас стоял, они все, каждый улыбались внутри себя. Каждый о чём-то своём думал, таком счастливом. И как бы совсем другая атмосфера, она поменялась. Некоторые тоже шутить начали. То есть пошла волна вот эта вот хорошая. Но эта волна пошла не потому, что у нас было хорошее настроение. Мы просто заставили себя так себя вести. То есть мы приложили усилия. То есть энергия любви разрушает плохую судьбу. И эта поездка в метро, в отличие от других, была для нас счастливой. Хотя принято считать, что в метро ехать — это жесть. Почему? Потому что все уже привыкли, что там плохо. А если, допустим, ты создаёшь другую атмосферу, тогда другая атмосфера начинает действовать, она побеждает судьбу. Есть такой ролик, видеоролик, называется «Йога смеха». Возьмите в интернет, найдите его и обязательно посмотрите это к сегодняшней лекции. По тому, как получать энергию любви от людей. Это, конечно, артист играл, но идея такая. Человек заходит в метро, садится и начинает смеяться. Ну, в электричку. И через пять минут все угорают там, просто все вот... Ну, постепенно все начинают смеяться. Он так смеётся, что все начинают смеяться потом. И потом он садится в другую электричку, выходит из этой, и там начинает смеяться. У него работа такая, как он этим занимается там какое-то время. Таким образом помогает людям. Понимаете, о чём я говорю сейчас или нет? Нужно активно внедрять вот это позитивное настроение, любовь, уважение к людям. Правда, если я войду в электричку, начну смеяться, меня могут посчитать сумасшедшим. Нужно это делать по-другому. Это был, как бы, гротеск. Нужно делать так, чтобы все просто были счастливы вокруг. И тогда ты получаешь энергию любви от людей. Энергия любви от природы делает человека сильным, здоровым и даёт ему силы побеждать жизнь, побеждать судьбу. Силы. Природа даёт силы. Я съездил, отдохнул, теперь могу работать, могу общаться. Мне легче решать вопросы. У меня есть силы. Если человек ведёт себя правильно с людьми, даже на уровне третьей стадии влияния времени на Россию. Что это значит? Это значит, что у всех, у кого-то работы нормально нет, у кого-то из-за этого влияния уже отношения начали в семье портиться, потому что денег нет, плохо жить, тяжело. А у кого-то болезни возникают, потому что человек в депресснике, из-за того, что он не знает, что делать, у него давно работы нет, там, кто-то голодает уже. Это всё портит настроение. И если человек при этом, несмотря на такую ситуацию, в депресснике всё находится, он при этом с любовью, по-доброму ко всем относится, позитивно настроен, что он делает? Благодарность вызывает в сердцах людей. Вместо депрессника люди входят в настоящее время, они из прошлого выходят. Вы поняли, да, как это действует? Первые две стадии влияния времени. Человек верит в будущее, устремляется туда и начинает напрягаться сильно, пытается победить судьбу. А на третьей стадии он ломается и отбрасывается назад. Начинает о прошлом думать. Затянулась белой тиной, гладь старинного пруда. Как с фильмом, фильма про Буратино. И была как Буратино, я когда-то молода. Прошлое уходит всё, сознание. Понимаете, да? Время подействовало, постарело, и она думает о прошлом. Я была когда-то молода, а теперь гладь старинного пруда затянулась белой тиной. Понимаете, можно же победить эту белую тину в своём сознании. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вечно молодым. То есть это от сознания, как отца зависит. Нужно быть вечно молодым. Не надо стареть сердцем или душой. И так это от вложения сил зависит. Если сейчас мне плохо, стране всей плохо, это не значит, что я должен уже белой тиной затянуться в мои мозги. То есть надо учиться прилагать дополнительные силы для того, чтобы получать счастье. От людей, когда человек получает счастье, что он получает? Он получает хорошую работу, хорошую семью, очень крепкое самочувствие в социуме. Представьте себе человека, который имеет хорошую семью, хорошую работу. Как бы он себя вёл, чтобы побеждать судьбу в отношениях с обществом? Как он побеждает время в отношениях с обществом? Он должен быть очень активным в радости, в любви, в доверии. Вот вспомните, допустим, коллектив свой. В каждом коллективе есть такой человек-центр любви. Этот человек всегда всем помогает, обо всех заботится. И когда начальник на всех зол, я, говорит, вас всех выгоню, ему показывают пальцем на него, говорит, иди сходи к начальнику, он тебе поверит. И он идёт к начальнику, и тот, говорит, вон отсюда. Он говорит, я не могу уйти, я вас так люблю. И он говорит, так, ну говори, что хочешь сказать, Вера Петровна? Я тебя уважаю, единственный человек, который может мне сейчас что-то сказать. Вера Петровна говорит, мы все исправимся, точно. Дай нам время, не выгоняй. И он говорит, ну ладно, Вера Петровна, ради вас последний шанс. Видите, из четвёртой стадии на третье время перешло. Через начальника действует время всегда. Он в центре влияния времени. И она любовью убрала влияние времени, растопила. Я растоплю кусочек льда, сердцем своим горячим. Ты позовёшь, и я приду. Некоторые говорят, всё, не приду. На одну граблю в два раза не наступают. Горшок разбился, не соберёшь. Я не могу иначе. Понимаете, нужно вот так настраиваться. Ты заболеешь, я приду. Боль разведу руками. Всё я сумею, всё смогу. Сердце моё не камень. Видите, боль разведу руками. С четвёртой стадии, там с третьей на вторую. Боль прошла. Любовь убирает боль. У меня был такой случай в армии. Один солдат, у него были сильные головные боли. Я тогда понял, что такое энергия. Тогда я не понимал это до конца, что есть такая сила. Я ему дал таблетку, у него ничего не прошло. Голова болит, и он... Я санструктором был в этом части. И он подходит ко мне. Это уже поздно. Лейтенант медслужбы ушёл домой. Телефонов тогда ещё не было у нас, мобильных. Он подходит ко мне, говорит, помоги мне, мне плохо, помоги, спаси меня. У него сильно голова, глаза наизнанку такие лезут. Больше некому помочь, я один. Я взял его голову вот так вот. Говорю, смотри мне в глаза. Вот так вот взял его голову и думаю, ты сейчас будешь здоров. Я вот так стоял и думал, 10 минут где-то вот так держал его голову. Ты сейчас будешь здоров. Вот так. И в какой-то момент я чувствую, что всё, больше не надо держать. Такое ощущение в сердце. Всё? Можешь отпускать? Такое сердце. Я отпускаю, он такой... Не болит. Представляете? Касса энергии любви, просто желание помочь, сама действует. Не нужны таблетки никакие. Можно так лечить, просто этим желанием. Не надо быть экстрасенсом. Говорит, у меня головой, молния по голове ударила, я стал экстрасенсом. Переплатите деньги, я вас всех вылечу. Нет. Просто люби, любовь, желание помочь, сама лечить. Если человек сильно хочет помочь, он помогает своим желанием просто. Присутствие человека, который хочет помочь, лечит. И дальше энергия любви от этого человека пошла на меня. В чём смысл-то все эти фразы? Не то, что я там могу вылечить, главное, больше, а все очереди выстроиться. Олег Геннадьевич, меня потрогайте тоже. Я не об этом говорю. Благодарность пришла сильная назад. Счастье испытал я в этот момент. Счастье растворилось. Трудности всех в жизни растворились, потому что эта благодарность наполнила существование. То есть от людей исходит сила благословляющая. Люди благословляют человека. Они дают им возможность развития. Люди, которые тебя окружают, которым ты сделал хорошее, доброе дело, они побеждают твою плохую семейную жизнь. Они побеждают то, что тебе не хватает энергии устроиться на работу. Почему не можешь устроиться на работу? Потому что большая безработица. На страну влияет энергия третьей стадии влияния времени. Это означает, что страна перенапряжена. Ей очень плохо. И многие люди страдают сейчас. У кого сейчас хуже стала ситуация жизни за последний год? Поднимите руку. Видите, у многих ухудшается ситуация жизни. А у кого за два года стало хуже? Не все поднимают, кто-то боится. Всем стало тяжелее жить. Ну, сто процентов сейчас. Ну, сто процентов. Каждый человек чувствует это. Но если мы прилагаем усилия в нужном направлении, не «А-а-а-а-а-а, все плохо», а пытаемся помогать людям заботиться друг о друге. Есть такая притча крестьянская, послушайте меня. Один монах пришел к своему наставнику и говорит, слушай, объясни мне, в чем разница между адом и раем. Он говорит, ну если я тебе объясню просто как бы притчей, аллегорией, Ты поймешь? Он говорит, ну хорошо, давай так хотя бы объясни. Тот говорит, ну представь себе большой круглый стол, длинные ложки, у всех такие длинные ложки, и одна большая вот эта вот, как бы, бадья с едой стоит. И в аду все просто берут и пытаются ложкой этой, ну как бы, север в рот запихать. А ложка длинная и руки не хватает. Так они голодными остаются. Он говорит, а в раю, Банас просто в раю. Он говорит, а в раю тоже большой стол круглый, тоже длинные ложки и похлебка одна на всех. Я говорю, да в чем же разница тогда? Он говорит, разница в том, что в раю, когда они из похлебки берут еду, они другому суют в рот, а не себе. В этом говорит разница и все. Больше нет никакой разницы. И поймите, если вы начинаете, перестаете через вот эту боль приковывать себе, и вы, несмотря на эту боль, начинаете думать о других, время перестает на вас плохо влиять. Вы начинаете, выходите из плохого влияния времени и становитесь сильными по отношению к своей судьбе. Начните заботиться о других людях. Допустим, у вас нет работы. Помогайте всем устроиться на работу. В результате получите свою. Я знаю одну девушку, она начала давать консультации, как выйти замуж, будучи не замужем сама. Ну как жениться? Она помогала людям, консультации давала, как выйти замуж, жениться. На консультации встретила своего будущего мужа. Рассказала ему, как выйти замуж, жениться. И он говорит, ну хорошо, я сейчас буду выполнять ваши наставления. Быть смелее, стану смелее. Вы замужем или нет? Она говорит, нет. Вот я с вами хочу познакомиться. Хорошо? Познакомились? Она его научила, потом стал ее мужем. Нет, мы задаем вопрос только по микрофону. Только по микрофону. Давайте. Руки надо сначала поднимать. А вот девушка подняла руку. Не подключили, не договорили. Вы не договорили. О чем? Третий источник, как уже братья. Третий источник — это Бог. Это Бог. Я не договорил, потому что источник, который мы не хотим знать, так устроено в сердце человека, что, когда начинают говорить о Боге, человек пугается. Он думает, что его куда-то тащат, какую-то секту. Давайте поговорим. Хорошо. Садитесь, я еще расскажу. Это третий источник любви. И так природа дает человеку силы. Когда человек любит людей, тогда эти силы воплощаются в его жизни. Он способен быть устойчивым в жизни. Он социально крепким становится, такой человек. У него нормальная работа, нормальная семья, потому что он думает не о себе в отношении, а о другим. Но для того, чтобы преодолеть судьбу, для того, чтобы стать сильнее судьбы, для того, чтобы сжечь плохую судьбу, для того, чтобы чудо произошло, для того, чтобы попасть в страну чудес, где течет любви река, отражая облака, для этого человек должен понять, что есть еще один источник силы, побеждающий судьбу, источник силы, не дающий силы, не дающий возможности эти силы применить в жизни своей, а дающий победу, то есть это новые силы, это сжигающие, то есть не просто укрепляющие человека, а сжигающая сила. Эта энергия называется святость. Когда человек соприкасается с Богом, то он освящен изнутри, становится такой силой счастья, что это счастье меняет жизнь других людей, просто когда они с ним соприкасаются. Так Серафим Саровский, он просто стоял на камне, ни о ком не говорил, ни для кого, молчал. Но люди приходили посмотреть ему в глаза, и все, кто видели его глаза, все они меняли свою жизнь к лучшему. Они обретали веру, что все будет хорошо, то есть эта вера в счастье, она идет свыше. Кажется, есть высший источник счастья, высшей энергии, высший источник любви. И каждый в своей вере по-своему его понимает. В целом Бог дает разные веры людям, потому что есть разная потребность счастья. Например, если человек хочет быть победителем судьбы, могущественным, он хочет не бояться смерти, и хочет быть великим человеком, сильным, то он выбирает мусульманство. И там даже Бога называют Аллах Акбар, то есть великий Аллах велик. И эти люди не боятся смерти. Но если это знание, эту веру в Бога используют для того, чтобы просто гробить жизни других, то Бог это не оценит. Величие человека дается не для того, чтобы уничтожать всех вокруг себя, быть вредителем. Он дается для того, чтобы, наоборот, давать людям знания, счастье. Если человек хочет научиться смирению, скромности, самопожертвованию, состраданию, терпению, тогда он Бога видит, как Иисуса Христа, выбирает христианство. И так далее. Понимаете? То есть каждая вера предназначена для своих отношений с Богом. Если человек этого не понимает, говорит, только моя вера правильная, все остальные неправильные, он ограничен такой человек. Ну, представь, ты, небольшая горстка людей на земле, способное отношение с Богом строить, а все остальные нет. Это что, Бог, значит, Он не рассчитал свои силы, что ли, или что? Что-то с головой проблема какая-то. Почему Он всем дал не то, что надо? Это неправильное мышление. Неправильное мышление. Таким образом, есть молитва, когда человек читает молитву в свою память, обращая на высшую истину, то он побеждает судьбу. В памяти находится жизнь человека. Судьба. Память, когда соприкасается с моей судьбой, я помню о своей судьбе, тогда в этом случае молитва не действует. Я должен помнить не о себе во время молитвы, и тогда судьба действует. Поэтому для тех, кто не знает, не умеет молиться, существует правило. Нужно молиться вместе с тем, кто настроен на Бога. И нужно слушать при этом не свой голос, а его. Есть голос ума, а есть голос разума. Смотрите разницу. Допустим, я повторяю. Я желаю всем счастья. Это голос ума. Я передаю вам свое настроение, свои эмоции в это время. И ум не побеждает судьбу. Он просто настраивает людей на свой лад. Не верю. Я тебя люблю. Не верю. Я тебя люблю. Теперь верю. Чувствуете, да, разницу в звуке? Когда человек говорит от ума, он эмоции свои вкладывает в слова. Там нет глубины. Разум находится в сердце. Когда человек от разума произносит, от сердца, с глубиной, тогда он побеждает судьбу. Это не просто понятие. Это целая наука. Я вроде бы это сказал, но вот не знаю, чтобы все завтра с утра начнут молиться в своей вере. Каждый из вас, слушая голос того, кто молится, кто способен слышать. Любой монах, когда молится вдохновенно, он связан с Богом. Я вместе с ним молюсь. Уже подключаюсь к источнику. Я забываю про себя в это время, начинаю слушать его и побеждаю судьбу таким образом. Потом память обо мне становится спокойной. Первое, что молитва дает, у меня сердце успокаивается. Это значит, что вот эта зона, где находится судьба, она вся счастьем наполняется. Спокойно становится жить. Первая стадия. Вторая стадия. Я дальше слушаю голос, не думаю о себе, я не вспоминаю свою жизнь. Думаю о тех, кто молится, и вместе с ними повторяю молитву. В этот момент у человека вот здесь что-то так и так хорошо внутри становится. В этот момент включается духовный разум. Духовный разум это разум, соединяющий душу с Богом. И этот разум такую силу счастья дает, что человек забывает, что он молится, еще что-то делать. Надо в это время не забыть, что ты молишься, а вот эту любовь отдавать или Богу, или людям кому-то отдавать. И в это время, когда человек начинает отдавать, его судьба начинает сгорать. Ну, то есть спокойнее за свою жизнь становится. Допустим, человек не может устроиться на работу. Как проявляется влияние времени на его поведение? Давайте попробуем сейчас, кто из вас принимает на работу людей. Поднимите руку. Ну, давайте поближе. Вот мужчина. Вы, да. Какая работа? Ну, специальность какая, например? Строительство. Строительство. Ну, там какая конкретно специальность там? Как называется? Ну, просто строитель, да? Специальность строитель. Вот я хочу устроиться строителем на работу. Смотрите сейчас на меня внимательно и просто сделайте вывод без сильного анализа. Вы возьмете меня на работу или нет? Смотрите. Здравствуйте. Ну, здоровый со мной говорю. Здравствуйте. Знаете, не возьму. Еще ничего не сказал, но уже не возьму. Почему? Потому что время задавило меня. Я под плохим леонем времени окажусь. Я должен быть спокоен внутри. Может быть, тогда возьмет, может быть, нет. Но, по крайней мере, я должен говорить здравствуйте. Очень приятно к вам прийти сюда в вашу фирму. Я хотел бы к вам устроиться, попробовать и поработать у вас. Что вы можете? Ну, и так далее. То есть, видите, он начинает оценивать, потом посмотрим, может или не может. Это тоже влияет. Очень важно, конечно, быть специалистом. Но если человек просто задавлен временем, его не возьмут. Почему? Потому что он сам не верит в себя. У него нет спокойствия внутри. Девушка, которая хочет выйти замуж, она убедила, что на нее смотрит молодой человек. И она задавлена временем. Она уже не верит, что она выйдет замуж. Как она будет реагировать на это? Она. он на нее смотрит, да? Ты возьми меня с собой. Он сразу вернется, правда ведь? Как она должна себя вести? На нее смотрит, как она должна вести себя, чтобы он притянулся, примагнитился. Она должна, не знаете, сейчас я вам расскажу. Она должна посмотреть на него по-доброму, очень недолго посмотреть чуть-чуть, бросить порцию счастья ему, показать, какая она счастливая сама по себе без него. Сама по себе. И отвернуться. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз Белагея моя. Понятно, да? Из рая вышла, то есть счастливая, самодостаточная и скрылась из глаз. Ну, из мая, неважно, мая или рай это одно и то же. Понятно, да, система? Девушки, а если вы... Ой, ты дурочка моя, трубодурочка, то чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Когда человек сильно хочет чего-то, он этого не получает. Время. Когда мы подвержены влиянию времени, мы не получаем. Нужна сила. Сила берется от Бога. Человек молится, получает эту силу спокойствия в сердце. Спокойствие приводит человека в настоящее время. Почему? Потому что у него его чувство собственного достоинства начинает правильно работать. Когда человек связан с Богом, верит, у него вера дает ему возможность достойно реагировать на все. Он становится самодостаточным, а значит сильным, приятельным, красивым. Человек замученный, загубленный, это он сам себя таким чувствует. Это не то, что его таким сделали, это он сам себя таким чувствует. Я вам приведу пример. Один человек был в 17 концлагерях. Один за другим концлагерью уничтожался, он оставался жив. И потом вместе со всеми оставшимися в живых военнопленными его посадили на баржу для того, чтобы ее взорвать. Эту баржу отправили в море, и эта баржа не взорвалась, потому что вовремя испугали этих фашистов, они с нее убежали, не успели ее взорвать, и эти военнопленные остались на этой барже. И потом этот человек слез его освободили, и он в течение трех лет стал семь раз золотым олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Но при этом ему было уже, когда он начал заниматься, было уже больше 30 лет. То есть он был уже негоден к тому, чтобы участвовать в олимпийских играх, там побеждают 25-летние ребята, а он победил в таком возрасте. Почему? Потому что он победил время. Понимаете, он стал сильнее времени. Спасибо большое. Итак, мои хорошие, ваши вопросы. Я вам все три силы сказал, да? Ваш вопрос? Я хочу вам сказать большое спасибо за ваши лекции. я. Они очень мне помогли. Вот два года назад у меня начали обостряться семейные проблемы. Я начала слушать ваши лекции. Я пришла к Богу, начала молиться. Как потом выяснилось, у моего мужа есть любовница. и как я начала действовать по вашим методикам, он хотел уйти, потом возвращался. Опять уходил, возвращался, уходил, возвращался. Но в этом году ситуация очень сильно обострилась. Он был, кстати, вот про любовь, да? Я проявляла к нему большую прям силу любви, все, намного закрывала глаза, как-то с пониманием, с спокойствием ко всему относилась. Вот. И ну, наверное, это его и возвращалась сила любви. Но дело в том, что он вообще впал в этом году в полное невежество. Он побил дочь, подал на развод. Развод, кстати, не состоялся. Я тоже пошла в церковь, все, развод не состоялся. Три раза, то есть давали отсрочку, и в итоге на третий раз он на даче упал в яму перед разводом как раз и говорит, все, ягодь на развод не пойду. Это, видимо, знак. Ну, вот, я говорю, да, наверное, это знак. Вот. и видите, какой сильный человек. Слушайте внимательно, это хорошая история. Я потом, потом мне пришло письмо о том, что, значит, его иск остался без исполнения. Я приехала на почту, и он тоже случайным образом там оказался на этой почте. И мы, можно сказать, вместе это письмо получили о том, что наш развод не состоялся. Вот. Потом мы опять сошлись. ну, как вот, наверное, три недели назад. Вот. Но он также, как бы, до сих пор в полном невежестве и пребывает. То есть, он, как бы, его, видимо, вот так вот мотает еще туда-сюда вот эти отношения. А тут еще был такой случай интересный. Я в аэропорту встретила человека, он оказался колдуном. Ой, лучше не надо. Ага. Он мне говорит, это как любовница, девушка, вы не мучаетесь, она как-то его еще и привораживает. То есть, не слушайте таких дураков. Вот смотрите, вот смотрите, что делает такой человек? Вот что делает такой человек? Он с энергией времени переключает человека на человека. То есть, причиной страдания оказывается является любовница, и ты ничего не сделаешь, потому что ее силы сильнее твоих. Что человек это делает? Он разрушает вашу веру. в результате. Это сумасшедший человек. Это сумасшедшие люди, понимаете, они разрушают веру. Что дальше произошло? Дальше я к нему обратилась, я говорю, ну приворот-то надо снимать тогда. Я говорю, а что, он начал. приворот этот самый человек, он приворот. Он вас превратил таким образом к себе, чтобы вы зависели от него, а не от Бога. Вот это и есть приворот. Вот вы попали под приворот, под влияние. А я вас сейчас освобождаю от этого приворота. Дальше, что произошло? Ну и вот сейчас отношения находятся на такой стадии, что он вернулся, он дома, но дело в том, что как-то отношения не налаживаются, как-то все это разрывается, все равно на разрыв идет. Давайте проанализируем. Вот смотрите, полтора года назад разрыв был сильнее, чем сейчас? Или слабее? Слабее. Вы ошибаетесь. был сильнее. Сейчас вы уже прилагаете очень много сил, и влияние времени на разрыв стало слабее. Время слабее разрушает вашу семью сейчас, и его сознание, вашего близкого человека. У него сознание было хуже полгода назад, чем сейчас. Он стал получше чуть-чуть сейчас, чем тогда. Просто ход времени надо изучать, смотреть. Вы перевалили через середину. Вы уже приближаетесь к концу. Через год ваша ситуация может быть закончена. Вообще по факту через 8 месяцев она уже будет закончена с точки зрения влияния времени. Но сколько вы не справились, с чем вы не справились, это все будет давать шлейф еще. Понимаете? Садитесь. То есть нужно молиться как бы дальше, Слушайте меня. Садимся. Знаете, вы все делаете правильно. Сразу возникает вопрос, а стоит ли ради такого человека так убиваться? Вопрос у каждого человека возникнет всегда. Понимаете? Стоит ли ради такого человека так убиваться? Знаете, она не убивается не ради человека, а ради своей судьбы. Она верит, что если она будет делать все правильно, то ее судьба наградит ее счастьем. теперь вопрос, а этот человек даст вам счастье подарит или нет? Неизвестно. Надо просто продолжать сохранять семью, прощать, просить прощения и отрабатывать свою плохую судьбу. Если я вам говорю все правильно, то в этом случае, когда вы отработаете свою плохую судьбу, у него будет выбор у этого человека, или меняться, или оставлять вас в покое. И даже если он не захочет меняться и оставит вас в покое, тогда вы получите награду в виде другого человека, который даст вам счастье. Но бывают чудеса. Я видел много ситуаций, когда тот человек, который вел себя вот так отвратительно, раскаивается и дает вам счастье сам. И это еще большее чудо, чем когда Бог дает другого. Знаете, что тот, кто творит добро, никогда не бывает побежден. Бог вас защитит по-любому, если вы идете этим путем. Пытайтесь сохранить свою семью, не разрушайте ее. Сейчас появились даже люди, которые под видом ветра людям советуют развод. Говорят, бросай этого человека, тебя с ним ничего не ждет, это не твоя вторая половинка, найди себе вторую половинку, другую. Безумие. Не слушайте таких людей, это безумцы. Человек может побеждать свою судьбу, только трудясь над ней, а не бросая ее. Понимаете, судьбу из своей жизни выбросить невозможно, она тебя все равно догонит. Ты не можешь думать, не надо думать, что люди являются причиной моих страданий. Люди всего лишь инструменты в руках судьбы, они не могут быть причиной моих страданий. когда я отрабатываю свою плохую судьбу, человек уже не может никак плохо на меня повлиять. Все, он лишен этой силы. И дальше Бог будет его наказать, если он будет пытаться на меня плохо влиять. Это его проблемы уже станут, а не мои. Если у меня есть мои проблемы, значит, это мои проблемы, а не чьи-то другие. Не надо их переводить на кого-то другого. Спасибо вам за ваш подвиг. Я вам очень благодарна. Вы делаете все правильно. Я точно знаю, что вы станете счастливы в личной жизни. Это произойдет где-то года-через полтора, если вы будете в том же ритме также трудиться над своими отношениями. Это неизбежно произойдет для вас. В зависимости останется он с одной или нет? Независимости останется он с вами или нет. Независимость. Вы станете счастливым человеком. Потому что вы делаете все, чтобы сохранить семью. Бог это видит. Мы не останемся друг с другом вообще. Все не остались. Есть редкие люди, которые в следующей жизни остаются друг с другом вместе. Это значит, что они достигли самой высокой степени отношений. Вы сейчас проявляете первую стадию любви, которая называется принятие. Вы принимаете человека, чтобы он не вытворял. Вторая стадия любви уважения. Когда вы начнете уважать, вы поймете, что он внутри себя очень добрый человек, искренний. Я про него сейчас говорю. Что он хочет как надо, он хочет, но не может. Вы это поймете, называется уважение. начнете уважать как личность, увидите в нем чистоту. На третьей стадии появляется верность, люди очищаются от плохой судьбы, и вот это то, что песни услышали, верю в тебя, это уже третья стадия любви. На ней человек любовью защищен от смерти становится. Это сильная уже позиция, и на этой стадии люди могут вместе в следующей жизни оказаться тоже. Такое бывает, но не у этот путь. А влюбленность, когда мы балдеем друг на друга, наслаждаемся, это не любовь, это подарки от Бога. Человек влюбляется, это не моя сила. Сила Бога связывает людей, чтобы люди детей рожали, были вместе. Любовь означает отдавать, не чувствовать что-то от другого человека, трудиться сердцем. Вот она проявляет любовь к этому человеку сейчас, настоящую любовь. Но у человека нет любви, у нас нет этой энергии. Для того, чтобы это все делать, то, что она говорит, для этого нужно откуда-то любой брать. Давайте теперь у нее спросим, откуда вы берете силы, чтобы все это рассказывать? Это важнее, чем то, что вы рассказали. Откуда вы берете силы? Где источник силы ваш? Ну, вообще очень сильно источник силы мне давала церковь. То есть я ходила в церковь, на службу, молилась. Вот и все, вот ответ. Пожалуйста, продолжайте. Не надейтесь на свои силы. Это тоже, да. Через раду свой. Лекции могут давать силы. Господь действует через старших дальше. Через веру, через старших. Все это Господь действует. Дальше вопросы? Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня сейчас девушка, которая говорила, наверное, она большинство дала ответов на вопрос, но тем не не менее, я все равно задам вопрос. У нас мужик тоже ситуация в семье, не для премьера. И сейчас мы вместе не живем. Вы отличаетесь от нее. Вы ведете себя неправильно в отношениях с мужем. Вы очень жесткий стиль выбрали. Вот у меня вопрос как раз по этому. Вот вы сейчас говорили про силы где взять. Еще несколько лет назад я совсем другая была. Добрее была сама. И ходила в церковь. И сейчас у меня руки опустились. Потому что так действует время. Видите, время прижало вас. Видите, я когда лекцию читал, меня тоже руки опустились каком-то то одно, другое, то третье. Сейчас звук нормальный, время поменялось. Понимаете, время поменяется. Вот сейчас пик идет, воздействие времени на вас. Вам тяжело, не только психически, но и физически. У вас тонус снижен, вы валяетесь, давление снижено, головокружение, вам даже тяжело что-то делать. Так действует время. Надо побеждать ее со всех сторон. Нужно больше на природе, чтобы тело восстанавливать. Нужно служить людям, заботиться, всем желать счастья. И нужно ходить в храм, куда-то в своей вере, молиться, поддерживать себя. Когда человек сам не может молиться, ему надо идти туда, где молится. Эта атмосфера побеждает судьбу в этом случае. Я каждый раз думаю, я поеду в храм, завтра себе ставлю, там еще какой-то срок, потом наступает это время, думаю, мне наводится куча причин, я понимаю, что я с каждым днем теряю вот это все. Вы теряете, потому что время наваливается на вас, поймите, что вы не преодолели еще середину, то есть еще где-то месяц вам надо мучиться, а потом будет полегче становиться потихоньку. Так действует время, просто понимаете, мы ничего не можем сделать. Еще такой вопрос, я понимаю, что в это время я маленькому ребенку ничего дать, не могу хорошего. Нет, почему вы же боретесь с судьбой, поэтому вот эту борьбу, этот опыт борьбы вы и даете своему ребенку. Почему не даете хорошего? Вы даете хорошего. Вы же не деградант какой-то, почему вы злитесь даже на свой мужик? Потому что вам тяжело, у вас не хватает сил, поэтому. Нет такого, что вы плохой человек, так не надо о себе думать, я плохой человек. Один ученик прибежал к своему учителю, говорит, мой учитель, я грешный, я самый грешный, я самый падший человек на земле, он учителю говорит, тот посмотрел на него, говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все, перестань думать о себе, займись чем-то полезным. Когда человек прикован к времени, он начинает слишком много думать о себе, надо заняться чем-то полезным, побеждайте время, перестаньте думать о том, что вы плохая, это признак деградации. Видите, она поняла, вам спокойнее сейчас стало? Видите, она поняла, когда человек понимает, что делать, сразу раз спокойствие внутри, несмотря на влияние времени. Надо делать добрые дела. Спасибо. Дальше назад при проходе. Что будете делать? Что будете делать? Я буду стараться, когда раньше общалась с кем-то, мне всегда было находилось кому помочь. Раз. Дальше что будете делать? Второе действие ваше, второе. Я буду больше гулять. Молодец. Два и третье. Два направления мы покрыли. Третье. Что будете еще делать? Буду понимать, что я хорошая. Нет, это неправильно. Третье направление это храм, Бог, это молитва, церковь. Если человек сам не может молиться, он должен ходить туда, где молится. Храм буду ходить. все замечательно. Вот три направления. Природа или пограгулка дает силы, отношения с людьми дает реализацию, как бы человек становится способным свою силу влиять на свой ход событий. И победа над событиями происходит в храме. Три направления влияния на времени мы должны выбрать. если со здоровьем ничего не делаешь, значит оно загибается. С отношениями ничего не делаешь, они загибаются. С Богом отношения не строишь, тогда ты истощаешься, становишься обесточенным, злым, нервным, раздражительным, несчастным, больным. Обесточенным становишься. Благодарю вас. Я хотел поблагодарить, потому что поначалу хотел в начале дискуссии задать вопрос, а потом сначала выслушаю для себя какие-то оценки сделать и проанализировать вашу лекцию. Ситуация следующая, я как бы даже не как бы я делаю то, что в Большинской заехи, молюсь к природе обращаюсь, участвую, гуляю, занимаюсь спортом, в том числе пытаюсь правильно питаться, но не всегда конечно это получается. Естественно, что как бы наши дела и поступки это более важное, что мы можем сделать в жизни. Но вот сама психология конфликта, мне очень понравился ваш подход, но не совсем ясно, допустим, понятно, что человеку можно достучаться по-разному, если человек уже не воспринимает слова, то какие-то знаки подать взгляд, как вы объясняли. У меня такая ситуация произошла, что я поссорился с женой и сейчас с сыном более-менее налажены отношения, а вот до жены я достучаться почему-то до сих пор не могу. Я не понимаю, какой мне нужно сделать следующий шаг, чтобы восстановить наши отношения. Спасибо. Сейчас вам скажу. Человек всегда понимает, когда ему говорят конкретно его случаи. Давайте вы сейчас успокойтесь, подумайте о своей жене. У вас сердце спокойно по поводу ваших отношений с ней или нет? Вот здесь вот сердце. Нет, потому что отношения не восстановлены. Нет, у вас сердце спокойно. У вас есть силы восстанавливать отношения. Вспомните свое сердце вот здесь вот внутри. Смотрите, есть три стадии победы над судьбой. Когда судьба находится на третьей и четвертой стадии, человек не может ни словами, ни знаками никак повлиять на ситуацию. И он становится бескураженным. Он не знает, что отношения находятся не в словах, а в сердце. То есть между вами и женой есть нить, связь вот такая. И в этой связи находятся три стадии победы над судьбой. первая стадия победы означает, что вот здесь вот в начале этой нити становится спокойной. У вас в начале нити уже спокойно, у вас там есть силы. Вы, если бы там не было спокойно, вы бы сказали, я не могу ничего сделать, я не могу никак влиять на ситуацию. Вы же так не настроены, вы хотите влиять на ситуацию. Означает, что у вас здесь уже есть победа. Первая стадия пройдена. между вами и ей находится пустота. Или, как это сказать эмоционально, между вами и ей находится ее принцип и неверие. То есть у нее есть принцип определенный по отношению к вам, что какой-то поступок вы совершили, не тот, как она бы хотела, неправильный поступок. Она находится под влиянием этого поступка. И плюс она не верит, что что-то может измениться. Второй стадии нет еще. Вторая стадия не пройдена. И она находится под влиянием времени сейчас. То есть время действует не внутренне ее, не в пользу ваших отношений. Поэтому ваша сила, молитва в данном случае, потому что слова не подействуют, знаки не подействуют, вы должны пройти вторую стадию. должны в молитве сделать так, что вы проходите вот эту нить, вот эта связь между вами и ней, должна стать теплее. Она сейчас холодная и жесткая. Когда она станет теплее, тогда вы сможете знаки какие-то давая ей и слова, они будут на нее влиять. Хоть она не будет вам верить в это время, но ей будет приятно. Она расслабится, она начнет к вам относиться дальше будете молиться, то у ней совесть проснется и станет стыдно за свое поведение сначала, а потом начнется контакт. Если вы правильно этот контакт будете потихоньку развивать, не сразу сильно, то тогда она будет к вам приближаться, этот человек. Сейчас вы находитесь с ней на четвертой стадии отношений по времени, то есть время разрушило ваши отношения, полностью разрушено, но это непреодолимая судьба, то есть вы, у вас есть силы, я оцениваю ваши силы, у вас есть силы вернуть этого человека назад. По временным прогнозам, я так думаю, что где-то год и два месяца вам понадобится пройти вот эту вторую стадию, ниточка незримая, чтобы потеплела и с этого момента начнется меняться ее восприятие мира, потом она начнет возвращаться. Через полтора года она уже начнет раскаиваться. Три месяца абсолютно пустоты, то есть вы ничего не сделали, сейчас время так действует на нее, что за три месяца у вас нет никаких сил с ней установить контакт, это невозможно. А на четвертый месяц станет возможным, вы увидите. Поэтому видите, здесь все просто, это механика. Если человек понимает, что это просто механика, он трудится просто и все над судьбой. Знаете, вот такие вещи, когда происходят, очень полезно, очень полезно иногда даже просто фильмы смотреть, которые дают возможность понимания, как надо относиться ко всему. Например, таким фильмом является «Белое солнце пустыня». Взрыв такой, динамит взрывается, шапки слетели, мужики сидят, спокойно сидят. И этот говорит, откуда динамит-то этому старцу-мудрецу? Говорит, откуда динамит? Он такой, давно сидим. То есть, понимаете, или этот говорит, ты, говорит, не ходи в это село. У Абдулы много людей. Он не говорит, а, ты не ходи туда, там тебя убьют. Не ходи в это село. И тот пошел, он его не останавливает. Почему? Потому что отношения такие добрые, правильные отношения дают возможность человеку жить своей судьбой. Откуда ты, Саид, взялся? Стреляли. Понимаете? То есть, идея в чем заключается? В том, что люди там все очень спокойные. Абдула такой тоже спокойный. Это означает, что они достойные. И когда все так ведут себя достойно, фильм можно смотреть, потому что он дает веру в Бога, понимаете? Чувство, что все получится. Потому что все люди очень спокойные. Мудрецы, мудрецы. Все как надо. Ну просто я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что когда человек понимает механику вот этих событий, что часто мы думаем, что ничего не будет, ничего не получится. Это так время действует, оно вызывает в сердце хаос. возникает напряг и трясет, думаешь, ничего не получится. А если ты просто потом успокаиваешь себя и понимаешь, что это просто механика, это энергия времени, она инертна по своей природе. Она просто действует, потому что так надо. Потом перестает действовать, потому что так надо. И не надо придавать этому слишком большое значение. Меня жена бросает, все, ничего, бросает, вернется назад, ничего страшного. А если не вернется, значит, тебе Бог другую даст, тоже ничего страшного. Делай просто добрые дела, веди себя как надо, не паникуй. А победа над судьбой всегда внутри сердца находится. Если вы чувствуете, внешне ничего не можете делать, молитва значит. Смотрите, интересно, вот мужчина знал мой ответ. Он знал, что я все это скажу, но он меня спросил. Я вам расскажу, почему. Потому что когда трудно очень, нужно, чтобы старший еще сказал обязательно, дал подтверждение. Это подтверждение, оно устанавливает своей судьбой очень сильную, хорошую связь. Появляется силы действовать. Поэтому в древней культуре люди к старшим приходили не для того, чтобы ему инструкции дали, как действовать. Они приходили к старшим для того, чтобы получить вот эту силу, которая называется благословением. И он говорит то же самое, что и обычно говорит. Но это дает больше возможности побеждать, понимаете. Поэтому отношение не всегда означает, что надо что-то новенькое услышать. Как некоторые говорят, а я это уже все слышал сто раз. Неправильное мышление. Я тоже прихожу к старшим для того, чтобы они мне сказали как надо, хотя я сам знаю как надо, но не могу так сделать, и нет сил. Они мне говорят, и силы появляются. Так устроен этот мир. Нам нужна помощь всегда в этой жизни. Мы не можем сами, нам нужна помощь. дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте, Леонид Геннадьевич. В первую очередь большое спасибо. В целом на этой лекции вы уже все сказали, как действовать, дали полный алгоритм и вдохновение. Но остался один вопрос. Если с получением счастья через Бога все понятно, есть и потребность, есть сразу результат. Ну, как только я молюсь или медитирую, сразу получаю отдачу и счастье. С природой такая же история. Есть и потребность, и отдача. А вот что касается социума и отношений с людьми. Ну, мне всегда было немного скучно с людьми, большинством, да. Ну, неинтересно, я не знаю, как это назвать. Потребности не было. Вот. И с годами это все усугубляется и усугубляется. Со своими близкими, с мужем, с семьей, там, и так далее. Я построила отношения, все вроде бы хорошо, по-доброму, с любовью. Вот. Но какие-то другие контакты заводить мне не хочется. И вот я хотела уточнить, это проблема или это, в общем-то, нормально и не трогать уже это? Это нормально и это проблема. Смотрите, у каждого человека со своей сферой вот этих трех энергий природные возможности и недостатки. Самая сильная у вас связь с природой. У вас вообще нет проблем. Можете там получать счастье в любой момент жизни. Отношения с Богом вы установили своей силой. Они были с рождения, но вы их усилили. Всегда человек должен сначала действовать в ту сторону, в которую легко. Потому что это дает победу. Если ты не можешь штурмовать напрямую, окружай. Это правильная тактика ведения боя. Не надо мучить себя больше, чем необходимо. Она окружает судьбу, то есть она усилила то, что есть. Теперь правильная тактика чуть-чуть похожая не сейчас будет заключаться в том, чтобы штурмовать крепость. Крепость вашей судьбы это отношение с людьми. Там очень сильная заслонка стоит. И она выражалась даже начиналась в отношениях с вашими близкими, с мамой, с папой. То же самое стена. Понимаете? То есть это объем работы, которую вы должны пройти в этой жизни. Но чтобы пройти, нужно силу накопить в отношениях с природой и с Богом, а потом уже делать добрые дела по отношению к людям. Не начинать с мамы и папы, не начинать с близких людей, а начинать с тех, с кем легче. Всегда человеку легче с чужими людьми, потом следующая стадия это работа. На работе легче, чем в семье, поэтому дальше на работе налаживаем отношения, и только потом уже с близкими людьми, когда уже все эти сферы покрытые. Такая тактика. И силы брать от Бога от природы. Спасибо большое, вы исчерпывающие ответили. Она очень разумная человек, у меня все получится. 15 минут осталось. Последний вопрос. Дальше, сзади, вот у нас спереди. Давайте я лучше сам буду поднимать. Садитесь. Видите, я с мужчиной вот так поступил. Знаете, зачем я его воспитываю? Он сильно хочет спросить, он сейчас будет гореть от этого вопроса. Потому что, когда человек сильно хочет спросить, он не слышит ответа. Давайте сзади кто-то там. Уж сзади люди обделены всегда. Ну вот мужчина в очках, хорошо. Вы уже спрашивали же меня, да? Спасибо. Алло, не спрашиваю. Не, не спрашиваю. Спрашиваю. Очень тяжелый год для меня. В апреле месяце потерял высокоплачиваемую работу. Два месяца назад жена подала на развод. Дочке сегодня год. У нас маленький ребенок. Ну, инициатива ее, с ее стороны. Большую роль играет ее мать, конечно, теща. Она, когда хотелась с дочкой, стала к нам каждый день приходить и капает на меня, что я такой плохой. виновата? Я считаю, да, в большей степени. Это что значит? Это значит, что судьба из вашего сердца вырвалась на другого человека. Это означает, что если вы не вернете судьбу назад в сердце, победить ее невозможно. То есть, другими словами, надо, чтобы теща перестала быть виноватым, а вина между нами, что мы с тещей вместе виноваты. Потом, следующая стадия, я виноват в своей судьбе сам, а теща просто выполняет роль. И потом дальше все нормально, пускай теща так делает, ничего не будет плохого, все будем исправлять. Это уже значит, что вы вырвались из вот этого вот витка судьбы. Вот этот штопор, в котором человек ничего не может сделать, самое ужасное в этом штопоре, это когда под вашего контроля судьба выходит. Когда теща во всем виновата, а не ваша судьба, тогда с ней сделать ничего невозможно, потому что судьба находится в ваших руках тещи. Ну, теща очень галочная, допустим, она говорит, иди напрямую, сейчас денег заработай. Вот мы хотим квартиру, но у меня свой дом еще в городе, продавай дом, а квартиру хотят купить за 6 миллионов. Я говорю, ну, я дом не буду продавать, Вы сейчас не думайте о том, что теща говорит, а думайте о том, как сделать так, чтобы ваша энергия любви попала в сердце тещи. Как это было? С душой, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги, а по правде же сказать мы родня. ты почти вторая мать для меня, теща, люблю твои блины, теща, твои блины вкусны, их аромат и очень свежий вкус, твоих блинов съесть много, я берусь. Вот, жену люблю, я ребенка и хочу такой, я внуки мне так тяжело было, сейчас второй месяц пошел, ну я вот вчера искупался в воде, купаюсь, вот молодец, супер, вроде бывает спортом занимаюсь, легче стало, легче стало, да, но я как бы сильный, но все равно мне очень тяжело. Понятно, тяжело, у вас тяжелейший период жизни сейчас идет. Очень тяжело будет. Да, если бы вы не купались в проруби, у вас бы мог наступить инсульт. Вот этот период времени, он влияет вам на голову сейчас, у вас сейчас спазмы сосудов мозга могут наступить, если вы не будете ничего делать. Этот период плохой также влияет на вашу личную жизнь, он влияет на вашу работу, поменьше, там у вас все быстрее восстановится на работе, в семье идет полный расколбас, сейчас на четвертую стадию, с третьей на четвертую время перекроет влияние. Понимаете, вам не хватает Бога, от природы много энергии берете, от людей тоже можете, с людьми тоже по-доброму поступаете, у вас коллектив, вы заботитесь о них, о людях, вот, вам нужно от Бога подключаться, у вас, вот я сказал, теща, люблю твои плены, вы не приняли эту песню, почему? потому, потому что сил не хватает, чтобы силы получать, человек должен молиться, учиться, должен с Богом контакт установить, тогда вы сможете перешагнуть через себя, вы придете к ней, и она помлеет, она увидит другого человека перед собой, она не сможет ничего плохого вам сделать, потому что будете сильнее этого. молитву каждый день читаю святой матрёнышке, ну там хоть и а читайте не один, включайте голос кого-то, включайте не один.